здравствуйте друзья сегодня мы с вами поговорим о том чем же рисовать нейрографику то есть мы познакомимся с основным инструментом который мы используем в работе итак первое конечно что вам понадобится это бумага вы можете брать обычную бумагу формата а4 для печати я же рекомендую попробовать вам порисовать на бумаге для черчения в чем отличие так это в том что бумага для черчения она более плотная и ее поверхность более такая знаете гладкая и маркер на ней не растекается то есть бумага хорошо очень держит линию и позволяет вам избежать момента вот этой некоторой грязи клякс пятен и сделать свою работу максимально комфортной не отвлекаясь на то что вы начинаете переживать что у вас какие-то не очень аккуратно получается и так бумага формата а4 для черчения следующий инструмент который мы используем своей практике это маркер маркер или бафломастером я рисую маркерами здесь можно не гнаться сразу знаете за профессиональным инструментом а попробовать вот самый простой доступный вам инструмент я очень часто покупаю для своей работы вот такие вот двойные маркеры сейчас расскажу почему двойные чем они удобны это обычный классический перманентный маркер черного цвета черный красный синий они разных цветов могут быть я чаще рисую черным классический маркер здесь толщина около двух миллиметров то есть подает хорошую плотненькую такую устойчивую линию и на второй стороне как правило маркер либо миллиметровый либо еще чуть потоньше может быть очень удобен для выполнения сопряжения то есть когда вы такой маленький лайфхак когда вы рисуете линии и у вас в работе образуются места пересечения которые необходимо потом сопрячь складе да это очень удобно делать как раз таки тоненьким тоненькой стороной маркера получается очень аккуратно вот этот вот принцип сопряжения то есть сам маркер когда вы будете он хорошо прячется в линию основную в нейролинию вашу получается очень аккуратно если мы это делаем тем же маркером что и рисуем то очень часто в работе получаются вот такие вот зазубринки не очень красивые хорошие какие-то заусенчики получается не аккуратно либо пятном я думаю вы с этим сталкивались сталкивались и не раз то есть приходится утолщать 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 и получается не очень аккуратно для этого как раз и удобно иметь под рукой маркер потолще и маркер потоньше кроме того в работе очень удобно использовать маркеры прям толстые 5 5 3 миллиметровые которые на кончике как до лото то есть такие плоские кончики дает хорошую такую устойчивую толстую линию их удобно использовать когда мы работаем с линиями поля когда вы пойдете чуть дальше в алгоритм вы это поймете да когда нам необходимо в рисунке провести такую мощную силовую линию делать это гораздо проще и удобней подобным маркером чем нежели по несколько раз проходить утолщать линию тем инструментом которым вы рисуете всю основную работу также для этого можно использовать акварельные маркеры маркеры которые на кончике имеют форму кисти то есть мягенькие они прям мягенькие хорошо податливые идут тоже очень удобно рисовать мощные линии поля и так дальше следующий инструмент наш цветные карандаши можете брать абсолютно любые карандаши просто детские можете выбрать для себя что-то более профессиональное в принципе рисуют даже восковыми мелками но восковой мелок имеет свойство что поверх него очень тяжело положить маркер а мы после цвета еще уходим как раз в определенные пункты алгоритма где нам необходимо внести еще линий и по восковому мелку он не ложится обращайте на это внимание стандартно классическим рисуем цветными карандашами я в своей работе использую акварельные карандаши они дают более яркий насыщенный цвет хорошо мягко ложатся избегая знаете таких вот каких-то розчерков неровности нам с вами нужно часто нужно добиться плавного хорошего устойчивого такого цвета насыщенного цвета таким образом чтобы он воспринимался прям единым полотном для этого прекрасно подходит акварельные карандаши кроме того есть простые обычные детские карандаши разной степени мягкости если вы захотите чуть глубже в это вникнуть и вы можете поискать карандаши 2 м 4 м по моему даже 6 м есть я встречала самый мягкий это 4 м вот они тоже прекрасно подходит что нам необходимо еще в работе еще часто в работе используются текстовыделители либо маркеры у меня есть это и то чтобы создавать большую яркость впечатлений до чтобы усиливать свою часть работу обычные классические текстовыделители либо маркеры у меня маркер тоже двухсторонний с одной стороны имеет форму белоту и с другой стороны это обычный маркер обычные формы тоже ложится очень ровненько маркеры у меня для скетча они как раз таки тоже максимально подходит чтобы создавать вот ровный плотненький цвет и так вот это тот основной инструмент которым мы рисуем небольшую нейрографику перри früh прок не л